замечательно ну очень хорошо хрипит немножко так я попробую немножечко спустить а сейчас все равно хорошо и так сегодня мы с вами в нас собрались для ежедень еженедельного обзора с чем система сопровождения поймай волну но на предыдущей неделе мы с вами не встречались поэтому мы обсудим с вами вот то что происходило за последние две недели и перейдем в общем так текущей ситуации на счете но прежде всего прежде чем начать на сети обзор напомню о том что сейчас у нас здесь система автоматической поставки торговых сигналов на ваши торговые терминалы которые позволят вам получать сигналы но практически одновременно с тем как я их меня на своем рабочем терминале как это все происходит что это такое как это работает но это самый обычный советник самый обычный робот который имеет так называемые две части одна часть установлена на моем торговом терминале а вот другая часть устанавливается на ваших терминалах и вот как только я что-либо отменяю у себя устанавливаю новые ордера меняли уровни тейпрофита уровне стоп лосса меняли какие-то параметры ордера мгновенно сигнал уходит вот на сервер сигналов но оттуда сразу же рассылается ко всем подписчикам как это происходит как только приходит сигнал на вашем торговом терминале но в первую очередь появляется звуковое сообщение также открывается график с этим инструментом по которому был получен сигнал на котором вы можете увидеть вот такую иконочку когда вы нажимаете на эту иконку появляется окошко где вот все параметры данного ордера выставлены то есть точка входа уровень стоп лосса уровень тейпрофита и данный робот данный советник автоматически вычисляет тот объем который подходит к вашему торговому терминалу все эти цифры вы конечно же можете менять и настраивать но естественно наверное не имеет смысла этого делать но и нажав на кнопку исполнить вы получаете вот этот ордер на вашем торговом счету и все на этом вообще-то все ваши трудозатраты по работе прекращаются вы можете уже все остальное время спокойно заниматься вашими делами но более подробно о том что представляет данный советник вы можете узнать на сайте академии здесь по этому адресу и конечно же обсудить задать вопросы потому как он здесь вы можете как на страничке вконтакте так и на форме академии также напомню что всем новым участникам сегодняшнего обзора сегодняшнего обзора получат тестовый доступ на две недели то есть вы будете две недели получать сигналы абсолютно так сказать полный без ограничения просто сам время получения сигнал будет ограничено двумя неделями за которые вы наверное сможете оценить и получить очень до представления о том насколько этот сервис подходит лично для вас александр в эту ночь все советы были в убыток но на самом деле в общем то там есть прибыльная сделка тоже по остальным сделкам пока что находимся в процессе ожидания посмотрим что получится на самом деле две сделки были в плюсе потом начать одна из них все-таки ушла в отрицательную область ну а что у реально чем это реально закончится мы с вами все-таки увидим чуть попозже но что ж также напоминаю что вы можете общаться в твиттере по этому логину в ffx club а также в контакте на страничке трейдер академии на страничке начать на академии там вы можете получать дополнительную информацию как по этому по этой торговой системе так и по другим нашим продуктам академии и конечно же задавать ваши вопросы и общаться с нами там напрямую ну что ж теперь оценим вот что происходило в предыдущей за предыдущие две недели а за предыдущие две недели закрылась две сделки одна из них закрылась прямо таки непосредственно после последнего нашего семинара авто 2 уже на предыдущей неделе а на данный момент в работе находятся четыре сделки могут результаты и что с ними происходят с вами конечно же обсудим но общий результат за эти две недели составил чуть более полутора процентов депозиту чуть более по полутора процентов прибыли по депозиту на начало вот предыдущей недели какие же это были сделки которые закрыли за текущую неделю но в первую очередь это сделка по новозеландцу против японской иены а как вы помните на предыдущем семинаре мы обсуждали с вами эту сделку вот она была открыта по пробою линии преды и по проходу фибоначи вот как-то вот здесь до вот это мы получили достаточно глубокую коррекцию но несмотря на эту глубокую коррекцию рынок все-таки потом пошел в нашу сторону и вот тут что произошло дело в том что да перед перед последним заседанием европейского центрального банка я предпочла все-таки защитить позиции и уровень крик профи то вернее изменить уровень стоп лосс я приподняла вот практически на этот минимум для того чтобы как бы если будет ли резкое сильное движение вниз чтобы в принципе мы нашу накопленную прибыль не потеряли его но вот как вы видите здесь в принципе вот после этого заседания действительно уровень стоп лосса был пробит сделка закрыл закрылась прибыли прибыли ну оказалось около половины процента не очень большая да действительно потом цена продолжала расти но тем не менее в общем то мы можем увидеть что более удачной точки выхода из рынка все-таки нам не предоставилась и получилось так что да действительно вот эта точка выхода была несмотря на то что очень-то где-то преждевременно но все-таки на тот момент наиболее оптимальны но а здесь что мы видим в общем-то движение а продолжился вот тут вот это все движение нужно интерпретить первое второе третье четвертое пошла пятерку наверх на вот эта пятерка наверх она довольно таким слабая она очень как-то неуверенно поднимается и из чего я могу сделать вывод что все-таки тот уровень тейк профита который я намечала в начале все-таки был недостижим и соответственно в общем-то евро против он новозеландский доллар против японской иены он все-таки где-то остановится на уровне восемьдесят три с половиной восемьдесят четыре после этого уже посмотрим что будет происходить дальше наверно получим уже достаточно глубокую коррекцию ну вот следующая сделка которая закрылась на предыдущей неделе это уже евро против японской иены и мы что здесь можем наблюдать с вами но вот как мы видим вот такая резкая свеча на яверх это и естественно после начать оглашение итогов европейского центрального итогов заседания европейского центрального банка как мы помним несмотря на то что там и была снижена депозитная ставка и увеличен срок увеличен срок действия количественных значения еще на полгода до марта семнадцатого года тем не менее рынок отреагировал довольно таки серьезным ростом серьезным ростом на евро против доллара ну и конечно же все кросс курсы все кроссы с евро тоже так же отреагировали серьезным ростом и вот здесь была открытая сделка практически сразу с небольшим проскальзыванием все-таки на новостях это естественно ну и дальше начать джина поднялась и мы вошли после этого глубокую коррекцию здесь уровень стоп-лосса я опять так как предполагала что все-таки и заседание федеральной резервной системы может вызвать определенную волатильность я достаточно быстро уровень стоп-лосса подняла на этот минимум и вот в конце предыдущей неделе уровень стоп-лосса сделка закрылась вот по стоп-лосса общий результат у получился около одного процента плюсов сейчас мы здесь наблюдаем очень-то нисходящее движение которое на мой взгляд вот просто формирует четвертую волну и конечно же неминуемо будет пятерка пятая волна по евро иене ожидается те кто являются подписчиками системы я не знаю что вчера позавчера я установила ордер по евро иене но последствия все-таки с тела тут есть две причины но первая причина она конечно заключалась все-таки в осторожности перед заседанием федеральной последним заседанием федеральной резервной системы а не смотря на то что все знали в принципе не сомневались наверное большинство не сомневалась на что ставка будет повышена тем не менее я предполагала что реакция будет не совсем типичной на это но но все-таки подстраховаться не мешало бы я предполагала что будет большая волатильность и просто напросто могут просто пробиться стоп прежде чем цена пошла бы наверх но пока что мы увидели в общем-то евро иена да и евро по сути в общем-то очень вяло отреагировали на эту новость возможно возможно это связано с тем что все таки все таки на этот раз она не была неожиданностью и все ожидали все знали что этот шаг все-таки будет предпринять что ставка все-таки будет повышенной но и также все знали и предполагали что несмотря на повышение ставки вот сообщение о том что политика денежно-монетарная политика федеральной резервной системы будет оставаться мягкой они никуда не пропадет и соответственно пока еще мы не получили никаких таких серьезных стимулов для дальнейшего удешевления евро ну и конец года тоже носит свои определенные коррективы многие инвесторы предпочитают фиксировать уже полученные результаты и выходить из рынка перед новым годом извините дома что с началом нового года мы можем увидеть опять какой-то возобновление каких-то трендов на рынке ну что ж это вот те сделки которые были завершены течение предыдущей недели теперь мы с вами рассмотрим вот что сейчас творится на счету и такие какой результат какие что на данный момент мы можем увидеть так я попрошу немножечко подождать пока я подключу терминал ну 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 Все же в порядке, виден ли терминал? Хорошо, ну вот. Теперь мы с вами можем увидеть, вот какие сделки на данный момент открыты на счету. Как вы видите, в общем-то, перед заседанием у меня уже было открыто 4 сделки, предел открытых сделок с начальным уровнем 100, у меня все-таки равен 6, поэтому я предпочла одну из сделок, в общем-то, один из ордеров перед заседанием удалить, и это был ордер по евро-гене. Сейчас на данный момент у меня установлено 2 ордера, которые не открылись, и 4 ордера, которые открыты. Ну, обсудим, что, в общем-то, здесь у нас происходит. Начнем со сделки, которая уже давно, и потом уже перейдем к тем сделкам, которые открылись недавно. В первую очередь, это сделка по золоту. Итак, по золоту, вот, здесь вы можете наблюдать достаточно хорошее пятиволновое движение, и тут у меня были предположения, что рынок уже разворачивается, и разворачивается, и идет уже, начинается глобальное движение в сторону роста. Что мы здесь можем с вами увидеть? Даже сделка открылась, она открылась, если я не ошибаюсь, в общем-то, так, давайте-ка посмотрим, да, 4-го числа, то есть это на новостях по безработице США, как мы видим, вот, рынок резко стрельнул. Но после этого и золото ушло в коррекционное движение, и достаточно долго находилось в этом коррекционном движении. Пока что, пока что нет нарушения логики, и можно предполагать, что у нас здесь развивается первая волна. Первая волна развивается, если это действительно так, то она развивается в виде начального диагонального треугольника, поэтому мы получили довольно-таки серьезную коррекцию четвертой волны. И сейчас будем ожидать пятерки наверх. Ну, обнадеживает то, что после заседания все-таки золото не ушло вниз, после оглашения итогов заседания Федеральной резервной системы золото не ушло вниз. Да, было движение вниз, но до уровня стопа цена все-таки не добралась, и поэтому я предполагаю, что все-таки здесь мы можем ожидать, мы можем надеяться на то, что движение все-таки наверх возобновится, и мы успеем перенести уровень стопа цена на какой-то более хороший уровень и смеетничать, и зафиксировать эту сделку с прибылью. Возможно, возможно, что уровень хейк-профита, который я определила в начале, цена все-таки не успеет дойти к движению, а он получился более слабым, чем я вначале предполагала. Ну, для первых волн это, в принципе, совершенно естественно. Все-таки золото практически непрерывно снижало с 2011 года, ну, с какими-то там, конечно, коррекциями, но, тем не менее, это движение происходило очень-очень долго, и пока что, пока что, думаю, что пока что нет абсолютной, точной уверенности, что рынок развернулся, и я думаю, что вот эти движения наверх, они пока будут короткими, неуверенными. Ну, и, соответственно, в общем-то, мы и с вами будем работать, в общем-то, тогда краткосрочно, будем стараться быстро выходить из рынка. Ну, надеюсь, Константин, все-таки мы до 1055 в ближайшее время все-таки не дойдем, ну, вот, сначала наверх, а потом вниз. Ну, посмотрим, как получится. Если посмотреть, например, на график серебра, то там движение, на мой взгляд, наверх уже началось, и достаточно неплохое, достаточно уверенное. Вот, посмотрите, значит, данное движение, вот данную волну можно интерпретировать как первое. Так, секунду. Ага. Первая, вторая, третья, вот сейчас четвертая, и будет пятая волна по серебру, вот пятая волна первой волны нового тренда. Почему я, в принципе, так предполагаю, что это все-таки начало нового движения? Ну, во-первых, имеет хорошую импульсную форму. Во-вторых, если все-таки перейти на дневной график, вот мы тут с вами можем увидеть довольно-таки хороший разворотный сигнал по исключенному анализу, то есть у нас только здесь хорами. Далее, достаточно сильная свечка наверх, дивергенция между последними волнами. Соответственно, и на серебре, в общем-то, можно уже предполагать, утверждать, что новый тренд начался. Ну, если на серебре начался, то аналогичное поведение, аналогичную ситуацию можно ожидать и на других металлах. Ну, возможно, возможно, серебро опередило, а возможно, оно просто более чисто, более чистые волны рисуют по сравнению с другими металлами. Но, тем не менее, в общем-то, есть основания предполагать, что действительно новый тренд уже зарождается. Так, значит, это вот что касается золота. Следующая сделка по очередности у нас сделка по нефти. С нефти тоже достаточно интересно, достаточно любопытно. Здесь мы получили очень-очень сильное движение вниз. Здесь, скажу откровенно, я все-таки предполагала, что движение по нефти по марке Brent прекратится где-то на уровне 40, но рынок достаточно серьезно, достаточно сильно приблизился к уровню, к минимуму 2008 года, там, 50 пунктов буквально не хватило. Далее, значит, ну, вот все это движение я интерпретирую как завершающую пятую волну вот этого большого глобального нисходящего тренда. И, на мой взгляд, эта волна, она развивалась все-таки в виде диагональника, хотя не такого уж и классического, не такого уж и красивого. Но, тем не менее, вот в этой части я вижу трехволновые движения, соответственно, и здесь, на мой взгляд, мы имели тоже трехволновые движения. Ну, и на вторую трехволновку была установлена линия тренда. Тут точку входа я выбрала, честно говоря, я предполагала, что я выбрала достаточно старую, чуть выше и уровня Сибоначчи, и выше последнего максимума. Но, как мы видим, цена, в принципе, открылась, задела ордер и ушла в противоположном направлении. Сейчас нам с вами придется просто ждать. Просто ждать, потому что, в общем-то, мы очень-очень близки к уровню Сибоначчи, но, тем не менее, как мы видим, линию тренда, цена не вернулась обратно за линию тренда. Она как будто тестирует ее, плюс, учитывая, опять-таки, свечной анализ, вот здесь, вот эта свечка, она имеет достаточно хорошую разворотную формулу. Но это все позволяет, надеюсь, на то, что все-таки мы получаем с вами просто глубокую коррекцию, и не все-таки развернется и пойдет обратно. Но здесь в пользу этого аргумента работает и хороший уровень поддержки, и сигнал по свечному анализу. В том числе, если посмотреть на график нефти Маркилай, то мы и вот здесь видим уже очень хороший сигнал по свечному анализу, в случае поглощения, что позволяет предполагать, что нефть, ну, пытается, во всяком случае, сформировать разворот. Есть, конечно, аргументы и против. Аргумент против, вот самый такой сильный аргумент против, это то, что вот это движение, на мой взгляд, все-таки сформировало трехволновку, а не пятиволновку. Возможно, возможно, что мы получим еще одно движение вниз, но в данном случае нам просто остается надеяться на то, что мы успеем, успеем вот этот уровень соплота перевести в библиоток, то есть получим еще какое-то движение наверх, это будет полна, скажем, А, Б, С. Там мы зафиксируем нашу сделку и дождемся возврата вниз и снова уже будем работать на покупке, и я думаю, что на этот раз это уже будет окончательно. То есть по нефти, на мой взгляд, мы практически уже на дне, и нам просто-напросто надо вовремя понять, что дно наступило, и смеется уже отбиться от дна и работать на покупке. Так, да, смотрите, действительно, по лайту была экспирация, но вот все равно на бренде сформировалась разворотная конфигурация, и на лайте сформировалась разворотная конфигурация, поэтому я думаю, что все-таки есть основания предполагать, что нет, возможно, возможно, на дне, возможно. Повторюсь, я не исключаю еще одного возврата к минимуму, но думаю, что вот это уже будут поклиния. Ну что ж, остальные две сделки открылись буквально перед заседанием, за день до оглашения не только Федеральной резервной системы, а рассмотрим эти две сделки сейчас. Первая, она по палладию. Что касается палладия, то вот как и все металлы, я, в принципе, на этих металлах вижу основания для разворота. И в данном случае вот это движение я интерпретировала как первую волну нового роста, здесь вторая волна, и работала, в общем-то, в третьей волне. Тут, возможно, опять-таки, два варианта. Может быть, это пока еще А, Б и С. Но в любом случае, если это 1, 2, 3 или А, Б, С, неважно, логика движения, она все равно останется той же самой. То есть мы должны дойти вот ожидаемо, ожидаемо, не должны, ожидаемо, что цена дойдет до 161,8% от первой волны. Ну и вот здесь был осуществлен вход в рынок. 100+, пока еще я не передвигала, пока еще находится на минимуме. Как мы видим, вчера сделка достаточно неплохо, в общем-то, поднялась, но вот за ночь, за ночь, чина откатила. Сейчас мы видим возвратное движение. Вот буквально ближайшие пару минут цена из минуса вернулась в плюс. Что же будем ожидать, что будет происходить? Я думаю, что в ближайшее время уже будет возможность стоп-лосс поднять. Правда, пока еще я не вижу возможности перевести ее в безубыток, но, тем не менее, уменьшить уровень стоп-лосса, думаю, скоро возможность появится. Ну и потом будем отслеживать позиции для того, чтобы постараться получить наибольший плюс. И последняя сделка. Последняя сделка уже была открыта на британском фондовом индексе ФУТСИ. Ну вот здесь уже ситуация намного более определенная, намного лучше. Давайте-ка рассмотрим с вами общую картину. Итак, смотрите, здесь я предполагаю, что у нас началось новое движение наверх по индексам. Есть хорошая первая волна. Вот 1, 2, 3, 4, 5. Вот это все движение можно интерпретировать как первую волну нового роста, нового тренда. И довольно-таки глубокую коррекцию мы получили. Вот, которую я интерпретирую следующим образом. А, Б и вот С. А у нас трехволновка, Б очевидная трехволновка, С красивая пятиволновка. Ну вот, именно на этом предположении строила, на этом факте я строила свои предположения. Значит, на волну С установила линию тренда. На пробой вот этого максимума был осуществлен вход в рынок. На данный момент ситуация такова. Значит, есть уже определенная накопленная прибыль, но пока нет возможности комфортного переноса уровня стополуса на более высокий уровень. Думаю, что в ближайший день-два будет возможность его перенести хотя бы вот сюда. Но это будет без убыток такой какой-то. Ну, конечно, маленькая прибыль получится, если в данном случае уровень стополуса будет пробьется, но тем не менее, вот, все-таки, если и вернуться к дневному графику, мы имеем очень хорошие, сильные свечки, мы опять имеем поглощение, то есть вот, надеяться на достаточно долгое продолжение вот этого восходящего движения, в принципе, возможно. Поэтому я думаю, что эта сделка имеет, в общем-то, достаточно серьезные шансы завершится с хорошей прибылью. Так, ну, это вот по открытым сделкам. Сейчас я в двух словах скажу, какие, значит, ордера у нас установлены, и перейду уже к вашим вопросам. Так, ну, на счету также очень давно установлен ордер по газу. Конечно же, пока что, пока что он не открыт, и мы его неоднократно передвигали, и, возможно, еще будем передвигать. Суть в том, что на газе вот мы получили, на мой взгляд, на принципе, завершаем очень долгое нисходящее движение, и вот это нисходящее движение, последняя волна, она вначале рисовала довольно-таки красивую пятиволну, потом, в общем-то, она, вот эта волна несколько деформирует, но, тем не менее, я ее интерпретирую все-таки как удлиненную волну. Тут, возможно, мы все-таки получили удлиненную тройку, и сейчас, в общем-то, отрисовывается пятерка. Ну, пока что, пока что слабый момент, то, что мы имеем дивергенции, поэтому я думаю, что еще один уход вниз мы, скорее всего, получим, и как раз приблизимся к минимуму, который, если я правильно помню, был в 2002 году. Во всяком случае, вот этот минимум находится где-то на уровне 1,74. Что касается этого уровня, то я думаю, что здесь мы все-таки наконец-то получим отбой, несмотря на вот этот хороший уверенный тренд, таки ниже газ, ну, в обозримом прошлом. В общем-то, я не припомню, был ли он ниже. И, соответственно, чисто психологически мы, скорее всего, движение наверх, чисто психологически мы получим отбой и движение наверх, и которое, на мой взгляд, все-таки некоторое время продлится. Будет ли это первой волной нового тренда или же коррекция на данный момент я пока не готова сказать, потому что разложить вот все то движение, давайте-ка так, я вам покажу. Вот это все движение по волнам не очень просто. Здесь мы имеем трехволновые конфигурации. Что касается трехволновых конфигураций, то они могут быть очень и очень сложными, они могут довольно-таки долго рисовать сложные фигуры, поэтому такой определенности говорить о смене тренда и по газу пока что нет никакой возможности. Но, тем не менее, в общем-то, я думаю, что на попытку коррекции, если это будет лишь коррекция, мы все равно сможем поработать. Просто-напросто надо дождаться, вот хороший, действительно, дождаться, чтобы газ отрисовал бы минимум, сделал бы дивергенции, и после этого уже можно поработать наверх, на каком-то расстоянии. Так, а теперь уже перейдем к Австралийсу против новозеландского доллара, и я вас попрошу, отпишите ваши вопросы, мы потом рассмотрим те активы, которые вам интересны. Австралийс против новозеландского доллара. Здесь тоже стоит ордер. Давайте уже скроем, не имеем ли мы на графике. Вот смотрите, как вы помните, мы достаточно долгое время рассматривали вот это растущее движение как первую волну нового тренда. И, действительно, к тому времени я ожидала, что мы получим коррекционное движение, после которого, на мой взгляд, тренд будет возобновиться. Коррекционное движение оказалось довольно-таки глубоким, глубже, чем я ожидала. Но, на самом деле, мы можем предполагать, что, да, действительно, это не коррекция, глубокая вторая волна, и, возможно, возможно, что она уже завершается. Тут уже в пользу этого факта говорит и дивергенция, и достаточно хорошая такая структура последней волны С. Но уровень входа, в общем-то, поставлен осторожный, на уровне 38% от этой волны. Как мы видим, в принципе, линия тренда уже пробита, но уровень входа я все-таки предпочла немножечко поставить высоко. Что касается по целям. Целям. Значит, данную сделку я все-таки буду рассматривать как долгосрочную, и в качестве уровня Take Profit выбрана, значит, уровень 161,8% от первой волны. Вот где-то на этом уровне чуть ниже, 161% я и установил уровень Take Profit. Ну, здесь необходимо будет упасть из терпения и просто ждать, когда, в общем-то, цена дойдет до нашей точки. Ну вот, это те ордера, те сделки, которые на данный момент установлены на счету. У каждой из них будем ожидать прибыли, будем ожидать успеха. Ну, а теперь, пожалуйста, задавайте ваши вопросы, посмотрим, что нужно ожидать. Так, 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 так. Значит, на Вазеландице пролезь по золоту индексы американские, китайские и японские. Ну, по золоту. По золоту, Александр, я думаю, что все-таки мы его рассмотрели ползолота и вернемся к графику товарищка. Если, Александр, вы работаете в долгосрок, то необходимо, в общем-то, держать покупки. Думаю, что при всем, при любом сценарии мы, наверное, ниже 1030 не упадем. Ну, то есть, в общем-то, если, скажем так, 100,2 не отпугивает, то по золоту держать покупки и самое такое рациональное решение. Ну, а на ближайшее время, на ближайшее время, возможно, вот после этого движения мы дойдем до уровня 1100. Возможно, возможно, от 1100 мы получим коррекционное движение. Вот здесь пока что посмотрим, как это будет, насколько быстро будет расти цена. И дополнительно входить в покупки, и я думаю, что мы в последующем, в будущем, это, думаю, что дело 2-3 недель, можем действительно с того уровня, о котором говорил Константин, то есть где-то на уровне 1055, 1050, 1060, вот этот уровень уже можно закупаться золотом. И думаю, что уже рассчитывать на гораздо более серьезные росты. То есть где-то на 1150, 1250, 2400 вот как-то вполне-вполне реально. Так, если же вернуться вот к валютам Астралийца и Новозеландсу. Ну, там картинка не очень красивая, не очень понятная. Давайте-ка начнем с Астралийца. Дело в том, что вот это все движение, которое у нас здесь происходит, я рассматриваю как коррекционное движение вот ко всему этому снижению, которое мы видели с 2013, если я не ошибаюсь, года. Ну, да, вот если так брать, в общем-то с 2013 года. Но это коррекционное движение я пока считаю незавершенным. То есть я предполагаю, что мы здесь еще какое-то время мы будем находиться в растущем тренде. Несмотря на то, что эта коррекция, но по длительности она еще недостаточно вот ко всему этому движению. И если посмотреть на то, какие волны она рисует, мы здесь все-таки видим вот такой титат. Вот это А, Б. Тут мы должны получить С. С может иметь и вид, правильной пятиволновки и вид двойного зигзага. В любом случае, значит, вот тут мы имеем пятиволновки, я думаю, что вот это движение по отношению к этому А маленькое, недостаточное. То есть мы здесь должны получить еще одну пятиволновку наверх. То есть либо второй зигзаг, либо третью волну. Вот С посмотрим, как это все будет. Поэтому по австралийству так глобально, долгосрочно я все-таки пока еще ожидаю роста. На ближайшее время. Вот тут пока что вот это все движение, оно мне позволяет сформировать такой сценарий на ближайшее время. Я думаю, что желательно дождаться вот такой хорошей коррекции месяц, когда мы поймем, вот что здесь рисуется, можно предплатить как А, В и вот какую-то такую очень долгую, нудную волну Ц и только после этого покупать. И если брать средний срок, то где-то до уровня 0,75-0,76 уже по австралийству можно ожидать. Но тут прямо в ближайшее время пока что мы с вами сделок увидеть скорее всего не сможем. Что касается Новозеландца, то Новозеландец он как-то немножко более красиво рисует. Я думаю, что мы сейчас имеем растущее движение по Новозеландцу. Вот первая волна, вторая, третья, четвертая. Вот тут видимо формируется пятерка. Пятерка она какая-то такая у нас получилась тоже не совсем стандартная. Но можно предположить, что пятерка тоже не совсем стандартная. Но можно предположить, что пятерка все-таки сформировалась. Соответственно я ожидаю сейчас коррекционного движения по Новозеландцу. Что касается глубины движения, я бы предположила, что оно будет где-то до этого уровня, то есть либо до 50, либо до 68% после его. После чего ожидаю возобновления роста. то есть вот в данном случае я бы предпочла, то есть порекомендовала бы дождаться коррекции и от коррекции покупать новозеландца и ожидать роста наверх. Что касается потенциала в средний срок, то давайте-ка мы с вами попробуем его измерить. но тоже достаточно неплохой психологический уровень до 0,7 0,7 0,7 1 на 1,2 долларов за 1 доллар. Вот где-то до такого уровня. 0,7 0,7 долларов за 1 зеленский доллар и 0,7 вот приблизительно такую ситуацию я здесь ожидаю. Что касается канадского доллара, вот тут достаточно интересно, вы помните, что я достаточно долгое время отслеживала сделку на продажу, но вот после пробоя вот этого максимума сделку я убрала и в данный момент всего лишь наблюдать за тем, что происходит. Что тут интересно, ну, конечно, канадский доллар во многом зависит также и от нефти, я думаю, что именно движение нефти спровоцировало резку горизонтальную волну на ряду, но пока что я интерпретирую как пятую волну, пятую волну, несмотря на ее такой уверенный горизонтальный вид, она очень похожа на третью по своему характеру, тем не менее я пока что воздерживаюсь от каких-либо сделок, мне бы хотелось лучше бы убедиться в своем предположении, что все-таки это конец этого движения. Тут надо все-таки измерить, убедиться, вот длина третьей волны является самой короткой, если она является самой короткой, то тогда еще пока канадцы не продаем, мы ждем, мы ждем роста, и этот рост, я думаю, вполне реально, что дойдет до уровня 1,40. Вот от уровня 1,40 уже, наверное, если конечно волновая картина позволит, можно рассматривать продажи. То есть по канадцу пока что лучше подождать для более точного анализа, для более точной картинки. даже 1,40 1,50 но я думаю, что все-таки 40 немножко более такой и психологический уровень, плюс еще там где-то на истории есть хороший уровень сопротивления. что ж, значит еще индексы американские, китайские, японские. Насколько я понимаю, вот это нам осталось рассмотреть. Ну пока что я перейду на графики индексов. Так, с американскими индексами. Тут пока что картинка для меня не совсем четкая. Ну вот это все движение оно, конечно, имеет четкую коррекционную форму, это не импульсная форма, то есть рассматривать движение вниз, глобально вниз, пока что нет никакого смысла. в данном в данном случае я думаю, я думаю, что у нас формируется треугольник, то есть А, В, С. Сейчас у нас формируется волна D, ну, которая, в общем-то, тоже приблизится вот к этому уровню, формируется, после чего, думаю, что мы еще с вами получим волну E, и волна E, она может как и не дойти до этого уровня, так и перейти. То есть вот сценарий на такое короткое время, на краткосрок, то есть это опять от уровня 17800-17900 продаем и продаем ну, ориентировочно, ориентировочно до 17200, может быть, может быть, и сильнее движение пойти, может до 16000, ну, до 17000 ровно дойти, а вот после этого уже, видимо, мы получим еще одну волну наверх, и она, эта волна наверх, я думаю, достаточно глубокая, то есть это в середине прошлого, следующего года, у меня следующего года, скорее всего, мы получим новый максимум по Dow Jones, то есть это 18500-18700. Но на ближайший, я так думаю, месяц-два вот эта картинка нас с вами будет ожидать. Ну, аналогично, в общем-то, я уже практически то же самое я вижу и на NASDAQ-е, вот как-то рост наверх и падение, после чего еще один рост наверх, ну, и то же самое на S&P 500, возможно, возможно. То есть вот пока что, пока что, значит, дождемся возврата к этому уровню, и если мы увидим, что в принципе вот эта линия тренда у нас не будет прорвана, то продаем и продаем в общем-то где-то с потенциалом на 500, в общем-то наверное. Так, это что касается американских индексов. По европейским индексам я сейчас пару слов таки скажу, например, на DAXE. Да, на DAXE вполне возможно, что мы некоторое время еще не будем находиться в коррекции. То есть вот смотрите это движение я интерпретирую как волну А от всего этого роста. Ну, сейчас у нас будет волна В, она уже началась и скорее всего она еще не завершена. Ну, в зависимости от того, насколько она глубоко будет аналогично волнуться будем ждать и после чего уже глобальный рост DAXE я думаю, что мы можем с вами ожидать. Ну, это на ближайший так сказать средний срок вот какое-то такое движение наверх возврат вот сюда куда-то вниз и дальше уже наверх. Ну, это вот сценарий я так думаю на месяц два три где-то рассчитано. Аналогично, практически аналогичную картинку можно увидеть на всех других европейских индексах. Теперь вернемся значит к японскому индексу. Здесь я предполагаю, что ситуация аналогична ситуации на европейских индексах. То есть вот тоже мы получили волну А, сейчас формируется волна Б, возможно. После некоторой коррекции значит можно снова в краткосроке покупать вот как-то так. Но вот это значит уровень 20 тысяч пока что будет ограничен для Никея. Если действительно уровень не будет пройден, то мы продаем и продаем приблизительно опять до уровня 18500, после чего уже ожидая глобального такого роста именно Никея. Ну а если смотреть китайский индекс, вот китайским индексом чуть-чуть не посложнее. Я предполагаю, что все-таки пробой этого минимума будет, если посмотреть на глобальную картинку. На мой взгляд, все-таки вот это движение, оно не завершено, и вот мы пока не имеем индекс на волну. Когда европейские индексы будут идти на волну С, китайский индекс, я так думаю, что он получит пробой этого минимума. И на этом тоже нисходящее движение китайского индекса закончится. Вот как-то такие сценарии. Но детального анализа китайского индекса на данный момент у меня просто нет, так как картинка очень и очень некрасивая, я предпочитала дождаться и начнется импульсное движение и заработать в импульсе. Так, есть ли еще какие-либо у вас вопросы? Ну, в принципе, видимо, вопросов больше нет. Тогда на этом мы завершим нашу сегодняшнюю встречу. я надеюсь, что для всех вас вчерашний день не оказался шоком. Надеюсь, что вы получите прибыли, мы получим прибыли и по нашим сделкам, которые на данный момент открыты. Ну, желаю вам всем удачной торговли, больших профитов. Спасибо за внимание, до свидания. до свидания. До свидания.